Пятый канал представляет Это она Глухова Наталья, пойдешь с нами Ну что, Наташа Глухова У меня к тебе только один вопрос Откуда у тебя Моя наркота? Моя наркота? Моя наркота? Так это твой товар Ты, значит, Захар Ну, нифига себе Так ты, значит, знаешь И кто же тебе сказал Следак или хозяйка твоя А что с ними, кстати? А какая тебе разница? Если живы Я тебе кое-что расскажу А рассказать мне есть что? Ну что, убедилась? Для нас обоих хорошо, что они живы И можешь их не пытать Твоей наркоты у них больше нет Ну, давай рассказывай И поподробней Потому что у тебя Очень большие проблемы Это не у меня Это у нас проблемы И начались они с тех пор Как в славный город Клавдинск Приехала федеральная экспертная служба Потому что какой-то идиот Похитил и запер в подвале Старшего следователя Измайлова У нас срочное дело В Клавдинске пропал Старший следователь Олег Измайлов Он недавно начал новое расследование При проверке у продавщицы Торгового центра Натальи Глуховой Был обнаружен Пакетик с розовым порошком Порошок оказался необычным Так вот, Наталья Александровна Порошок, что у вас нашли Это редкий, очень дорогой Синтетический наркотик Которого раньше у нас на районе не было Это не мое Верь Скажите, чье? Да не знаю, подкинули мне Был произведен обыск У работодателя Глуховой Ольги Лисковой Кто-нибудь из них раньше привлекался? Нет И, собственно, у Лисковой ничего не нашли Но она могла все выбросить? После того, как задержали распространители? Могла Но на следующий день она исчезла А сегодня утром Исчез исследователь Измайлов У него в гараже был обнаружен разгром Возможно, следы борьбы Бред, глянь Здесь какие-то бурые пятна Похожи на кровь Но их немного Это обнадеживает Офига себе Смотри Пакет со следами какого-то порошка внутри Пакет совсем новенький Очевидно, Измайлов принес сюда в нем что-то буквально накануне Привет Здрасьте Где Московский? Кто у вас тут главный? Чего нашли? Что значит, чего нашли? Вы почему пропустили? Как это они могли не пропустить? Я 18 лет над ними командовал Я Веретенников Семен Федорович Бывший начальник ОМВД По Клавдинскому району Ясно То есть, получается, Измайлов был в вашем подчинении? Он мой зять А это моя дочь Его законная супруга Здравствуйте Нам, к сожалению, вас пока что обрадовать нечем Ну, пока вы разберетесь с нашей спецификой Олега грохнут Или уже грохнули Все два года на пенсии При мне такого беспредела не было Ладно Пошли На этих я посмотрел Этих Да Крой в гараже принежит Измайлову А вот это уже интересно Следы порошка в пакете Это тот самый синтетический наркотик И, ну, что это следы с упаковки, которая лежала в этом пакете А подожировые на ручках есть? Да Самого Измайлова и неизвестный Похоже, Измайлов все-таки нашел у Лесковой наркотики Но не сообщил об этом Лескова могла сказать об этом своим подельникам И они похитили следователя Пока в ФС разбирались с Измайловым и Лесковой Бывший начальник отдела полиции Тоже не сидел сложа руки Иди погуляй Дверь закрой Так И помалкивай Есть Это я Где московские? У Лесковой? В Клавдинске похищены хозяйка магазина Ольга Лескова И старший следователь Олег Измайлов ФС подозревает, что они вместе с продавщицей Натальей Глуховой Связаны с наркоторговлей Тесть Олега, Семен Веретенников, ведет собственное расследование Сотрудница ФС изображает перед бандитами Наталью Глухову Граждане понятые, обратите внимание На простыне обнаружены следы любовных утех Ну что, Летовь, будем надеяться, что любовник Лесковой является ее подельником? Ну, как и ожидалось Женские подружавые на пакете со следами наркотика из гаража Измайлова Принадлежат Ольге Лесковой, хозяйке магазина Угадай, что следы на ее простыне Ну, у нас вообще фигурантов раз-два и арчелся Неужели? Именно Выходит, Измайлов и Лескова были любовниками Ну, тогда я ничего не понимаю Они что, вместе наркотой торговали? Семен Федорович, а что здесь произошло? А то не видно Вот решил проведать дачу зятя Только приехал, слышу, кто-то лезет Взял дробовик в сейфе, благо ключи у меня были А этот вытащил пистолет Выстрелили одновременно Я попал, он нет Но московские менты Вашему бывшему начальнику не поверили И решили проверить, чего это он Среди ночи метнулся к зятю на дачу Дачу обыскали Или мне кажется Или здесь кто-то рылся Я думаю, искали вот это Ничего себе То есть получается Старший следователь Во всю торговал на районе наркотой Да еще под носом собственного тестя Идентифицировали убитого на даче Измайлова? Да, нашли в соцсети Виктор Порохов из Клавдинска Безработный, но при этом ведет Довольно-таки роскошный образ жизни Рестораны, клубы, девушки А его пистолет? Засветился два года назад в перестрелке Тогда местный отдел провел операцию По пресечению сделки наркодилеров Измайлов участвовал в этой операции? Да И его тесть Веретейников Тогдашняя начальника отделения тоже Подробности операции есть? Она прошла не очень успешно Началась перестрелка Двоих бандитов застрелили Ну, главарь местной банды Алексей Захаров С остальными подельниками скрылись Я полковник Рогозина Вы полагаете, я не знаю, кто руководит Федеральной экспертной службой Предпочел бы познакомиться с вами При других обстоятельствах Ну, что вышло, то вышло Вы это искали у зятя? Ну, по-видимому, да Объясните Я тогда еще служил Мы вышли на поставки нового наркотика Его должны были привезти В Клавдинск Наркодилеру Захару Алексею Захарова? Ну, вот видите, вы знаете Мы решили брать их при передаче Олег тоже участвовал в операции Наркотики пропали Кто-то увел Но этого нет в материалах дела? Ну, мы не хотели, чтобы внутренняя безопасность Трясла от дел Показать или портить Привели собственное расследование Ничего Я заказал экспертизу Наркотик новый нигде не встречался И за последние два года он так нигде не сплыл? Нет И Захар тоже куда-то исчез Я уже стал думать, что это бандиты увели сумку И тут вдруг взяли продавщиту с этой наркотой Ну, еще вы нашли пакет от нее Грожил Олега А откуда вы знаете про пакет? Ну, такие вещи у нас не утаишь Тем более от меня Только вот что Значит, это Мой зять увел Наркоту Что будет с Иркой? Простите, с кем? Дочь моя Она влюблена в нее Вот и без памятства Если с Олегом что-нибудь случится Она руки на себя наложит А он жив только до тех пор Пока Захар не добрался до всей Наркоты Поэтому вы решили найти наркотики у Олега раньше, чем Захаров И обменять их на зятя Угу, дача была самым вероятным местом Ну и Захар что-то узнал Вот и я с его братками пересекся Олегу теперь не жить Рано или поздно Захар узнает, что наркотики у вас И Олег ему больше не нужен Что-то напутал, начальник Мы не лазали на дачу Но откуда ты все это знаешь? Подождите чуть-чуть Еще немного осталось Что же у нас получается? Измайлов увел наркотики Выждал пару лет И втихаря С помощью своей любовницы Лесковой Стал реализовывать похищенную дурю Но его дилер Глухова Взяла и попалась Захаров узнает, что его наркотики вспылили в Клавдинске Хочет их вернуть Похищает сначала Лескову, на которой работала Глухова А потом самого Измайлова Веретенников прав Измайлов и Лескова живы Пока Захаров надеется вернуть наркотики Но скоро он узнает, что наркотики у нас И тогда он избавится от пленников А какого роста продавщица? Глухова Наталья Поедешь с нами Так ты из ФС Не двигаться! Руки за голову! Лежи, не дергайся! Было ясно, что когда Глухова выйдет в ЗВФ Вы попытаетесь ее похитить И выяснить что-то про наркоту Поэтому и объявили заранее, что ее выпустят Но ее рисковать не могли, поэтому заменили на меня А если бы мы знали ее в лицо? Это вряд ли Она в Клавдинске недавно работает в магазине в женском отделе Без выходных, проходных К тому же из-за пандемии всегда в маске А потом вы мне мешок на голову надели Как ты пытался кого-то узнать? Блин! Я же сам вас сюда привел На то и был расчет А зачем ты мне все рассказала? Я просто тянула время Ребят, заберите его, он меня утомил Лена, я в подвале Погнали Гражданка Лескова Ольга Михайловна и Измайлов Олег Дмитриевич? Да Ну слава Богу Вы задержаны Оба В Клавдинске похищены хозяйка магазина Ольга Лескова и старший следователь Олег Измайлов Тесть Олега, Семен Веретенников, рассказывает, что похищение зятя связано с исчезнувшей два года назад партией наркотиков Эти наркотики оказываются на даче Олега ФЭС освобождает похищенных и задерживает бандитов Доброе утро Нашла связь с Захаровым того парня, которого Веретенников на даче застрелил? Порохова Кроме пистолета пока ничего Я нашла адрес его съемной квартиры Рома закончил с домом бандитов Потом поедет ее обыскивать А что? Да странно как-то Рита говорит, что этот Захаров клянется божиться, что никогда не слышал про этого парня Может, Порохов действовал самостоятельно? Узнал от кого-то из оставшихся живых, братков, подробностей У него же и пистолет приобрел Откуда он узнал подробности расследования? И что наркотики могут быть у Измайлова? Одно дело бывший начальник полиции А другое безработный пацан с непонятным источником доходов Да и вообще С каких пор Власова стал верить бандитам? Доброе утро, Олег Михайловна Как себя чувствуете? Спасибо, лучше чем было Тогда к делу Как давно вы встречаетесь с Олегом Измайловым? Года полтора, наверное Солидный срок по нашим дням Я прекрасно понимаю, что он никогда не уйдет от своей жены По крайней мере, пока жив его тесть Тесть так опасен? У него связи, его уважают Он бы запросто мог испорить жизнь Олегу Ладно, тогда давайте про наркоту Да нечего рассказывать Перед обыском Олег предупредил меня Что Наталью взяли с наркотиками И у меня будет обыск Я проверила и нашла в подсобке Пакет с порошком Розовый такой Куда ее в деле? Отдала Олегу, чтобы он разбирался И дальше? А дальше меня похитил этот Откуда у твоей продавщицы мой товар? Говори, дура, я же тебя переломаю Не знаю Подкинули, наверное Подкинули? Да ты знаешь, сколько Один грамм этой фигни стоит Откуда я знаю Мне же в магазин тоже подкинули Целый пакет Чего? Точно его? Розовый такой Сколько его там было? Говори Я не взвешивала Килограмм, наверное Куда ты его дела? Куда? Следователю, да Он меня и предупредил Чтобы я проверила магазин Да Я предупредил Ольгу Она в принципе К этим наркотикам Никакого отношения не имела Но вот эта ее новая продавщица Вполне могла использовать Магазин для хранения И распространения Что было потом? Оля нашла пакет с наркотиками Отдала его мне Я спрятал у себя в гараже Потом Захар с братками поймал меня Пришлось им отдать Но он был уверен, что У меня еще есть Пытал меня Ольгу Вы сказали ему Про свою дачу? Что? Нет От дачи вообще Никакой речи не было Она в принципе На маму оформлена Да, Рома? Галина Николаевна Такая петрушка получается У бандитов Следов Виктора Порохова Которого Веретенников Подстрелил, нет Ну, похоже, что он Действовал сам по себе Что? Конечно Сейчас еду к нему домой О! Товарная обманщица Я уж и не думал Что увидимся Но Господь с милостью велся Видимо, что-то хорошее Я все-таки сделал В своей жизни Ну, как я могла Отправить тебя На пожизненный Не попрощавшись? За что-то судьба Так жестока ко мне Встретит тебя В начале Своей загубленной жизни Может, ты не загубил бы ее Если бы в начале Загубленной жизни Ты использовал Свои актерские таланты Сейчас был бы звездой И играл в ментовских сериалах Мне никогда не нравились Герои-менты Какие-то они Примитивные То ли дело Мы злодеи Ну, ладно Чего тебе еще рассказать Душу для тебя Наизнанку выверну Хочешь, режь Хочешь, жги Ну, Жоша У нас пока только ты Узнаешь? Похоже, это Вавана Которого менты Пару лет назад завалили Это когда наркота пропала? Угу Напомни, сколько ее было? Восемь кило Восемь пакетов По килограмму Восемь кило Тон Капитан, это срочно в ФС. Да, у Виктора Порохова в кармане пиджака микроскопические следы того самого наркотика. А на рукаве пиджавые следы и частицы эпителия Натальи Глуховой. Так не от Порохова ли она получила эти наркотики? А где пакетик, который у нее нашли? Вот. На пакетике ворсинки из кармана пиджака. Порохов был ее поставщиком. Ну, я точно не уверена, но в тот день, когда у меня нашли наркотики, но до этого еще, я споткнулась в толчье и один парень меня поддержал. Я еще схватилась за его руку. Не знаю, кажется, это он. Во что он был одет? Вроде в пиджак такой, темно-серый, такой стильный какой-то. Ну, допустим, Порохов подкинул наркотики Глуховой. Ну, зачем? Может, что провели обыск Лисковой, чтобы ее обвинили и посадили. Получается, что хотели избавиться от нее. Тогда откуда наркота на даче Измайлова? Зачем туда полез Порохов, если именно он и подкидывал наркоту? Ну, может, он хотел забрать наркотики обратно? Ну, а что? Ну, типа Измайлов уже похищен. Наркотикам на даче делать больше ничего, а стоят они немало. Что? Выходит, подставить хотели и Измайлова? Ну что, нашли связь между Пороховым и Глуховой? Нет. Кроме случая с наркотой, их мобильные не пересекались. И, кстати, после задержания Глуховой, Порохов погасил целиком большой кредит. А он часто брал кредиты? Постоянно. И гасил их сразу целиком и наличными. А с Лисковой Порохов не пересекался? Нет. Но вот что странно. Он пересекся с Глуховой за полтора часа до свидания Лисковой и Измайлова. Это когда Измайлов предупредил Лискову о наркоте? А Глухова к тому времени уже была задержана? Ну, судя по протоколу, да. Только Измайлову еще не доложили. Выходит, Измайлов знал о наркоте заранее? Может, он сам в этих подставах и участвует? Нужно завтра проверить все дела, которые он вел, и сравнить с датами погашения Пороховым своих кредитов. Закончил? Угу. Да, закончил. Глянь. У меня вот эти вот набира совпадают. А у меня вот эти. Звоним Рогозиной? Давай. Ну, что выяснили? В общем, такая история. Даты получения Пороховым денег почти всегда совпадают с датами открытия Измайловым каких-либо уголовных дел. И дела эти имеют много общего. Обвинялись предприниматели после того, как у кого-то из их работников или близких при проверке находили наркотики или краденые вещи. Ну да, или фальшивые деньги. Лишь бы только обосновать обыск у этого предпринимателя. Но потом уже находили что-либо у него самого. Притом практически никогда дела не доходили до серьезных приговоров. Штраф или запрет заниматься какой-то деятельностью. Ну да, но всегда при этом либо потеря части бизнеса, либо клиентов, ну, либо, там, не знаю, право участия в тендере. Короче, мы думаем, что все это система по устранению бизнес-конкурентов. А Измайлов с Пороховым были частями этой системы, каждый со своей функцией. Ну да. А, кстати, любовницу Измайлова тоже заказали, но он спас ее от этих неприятностей. В общем, вопрос остается следующий. У кого изначально были наркотики и почему их вдруг использовали для подсталы? Вряд ли это сделал Измайлов. Он-то понимал, что Захаров их ищет. Спасибо. Галина Николаевна, можно? Да, проходите. Ну что, нашли, кто давал задание Порохову? Да, мы исходили из того, что у Порохова был секретный номер для связи. И он постоянно его носил с собой. Тогда его перемещение в точности должно совпадать с перемещениями официального мобильного Порохова. Мы перебрали все номера, находившиеся с номером Порохова в одних сотах. И нашли один, который все время перемещался с его номером. И что важно, этот номер перемещался и на дачу Измайлова. Там Порохова застрелили, и номер выключился. Погодите, но на трупе Порохова не нашли никаких вторых телефонов или сим-карт. Те есть Измайлова? Выходит, да. Это, видимо, он забрал мобильный телефон и уничтожил. Это он руководил устранением конкурентов. Он давал задание Порохову и Измайлову. А когда запахло жареным, подставил Измайлова с наркотиками, чтобы Захаров убил его. И Порохова на дачу позвал, чтобы от него тоже избавиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, у нас нет никаких доказательств. И к тому же любые следственные действия совместно с Клабинской полицией сразу же станут ему известны. Надо предложить Захарову провести следственный эксперимент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, на следственный эксперимент сейчас едем. Все, мне пора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, чего вы встали? Бегом за ним! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что, ты жив? Он ушел. Сквозь землю. Провалился. Ну, что, потом поймаем. О, Захар ушел. Московские его пустили. Да, слушаю. Привет, Семен Федорович. Не сдох еще? Не дождешься, сволочь. Узнал я, смотри. Хочешь, чтоб я исчез из твоей жизни и дочь твою не трогал? Привезешь наркоту и бабло. Иначе ты меня знаешь. Сегодня. На то же место, в то же время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь шесть кило и за два недостающих бабло. Зачем ты эту дуру с моей наркотой подставил? Ведь знал же, что слежу. А может, я и хотел, чтоб ты проявился? Соскучился? Ну что, посмотрел? Вали отсюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, идиот? Ты еще хотел со мной тягаться? Ай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сюрприз! Ну что, Семен Федорович? Неспокойная ночка выдалась однако, правда? А вот и ваш стрелок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, женщина-мечта, теперь уж точно свидимся нескоро. Про договор наш не забудь, я свое участие выполнил. Какой договор? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты так ничего и не понял. Никак соскучилась по мне? Ночь не спала, я тебе думала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поможешь поймать того, кто наркоту твою пригрел и все это заварил? М? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О-о-о, что ж ты мне так не доверяешь-то? Жалею. Без наручников, в случае чего, придется сразу пристрелить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, первый этап вроде чисто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не балуй, ружьешка, дай. Вам же никто не заказывал, Элискому. Вы узнали, что она любовница вашего зятя, которого больше жизни обожает ваша дочь. Вы хотели, чтобы он сам избавился от своей любовницы. Я дал ему шанс. По-мужски я его понимаю. Сам иногда погуливал. Но для меня главной была семья. Я думал, что для него тоже. А он стал спасать свою ветку. И подставился под Захарова. А вы еще подкинули ему наркотики на дачу. И одновременно избавились от второго исполнителя, Порохова. Ну, а зятю должен был убить Захаров. И все концы обрублены. Я вас недооценил. А вы так и не поняли, что эта тесть вас подставил? Узнал про вашу любовницу, заказал ее вам. Подкинул наркоту, из-за которого вас Захаров похитил. А вы после этого всего помогаете ему еще от Захарова избавиться. Я сам виноват. Он мог сразу меня утопить. А вместо этого дал заказ на выбор. Или она, или я. Я сам выбрал. Все честно. Ладно, давай, шагай. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...